Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к восьмой главе книги пророка Иезекииля. Здесь, в этой главе, начинается подробный разговор о еще одном видении пророка, видении, в котором весьма неожиданным образом Бог являет свою волю и свое отношение к тем преступлениям и предательствам, которые совершает народ Божий. Это описание, рассказ об этом занимает несколько глав. Здесь, в восьмой главе, все только начинается. И вот Иезекииль записывает, что в шестом году, в шестом месяце, в пятый день, ориентировочно, это вероятно, там, 592 год дожищества Христова, вот, старейшины иудейские сидели у него в доме, и не зашла на него рука Господа Бога. Каким-то образом непостижимым для нас Господь касается пророка, и пророк видит подобие мужа как бы огненное. Об этом уже упоминалось в первой главе, в похожем видении, может быть, даже и аналогичном, об этом сыне-человеческом, похожем на человека видении, сияющем. Отчресл его выше, отчресл его ниже, огонь, сияние, свет пламени. Вот это такая фигура, сияющая, простирают руку, и Иезекииль говорит, берет меня за волосы головы моей и ставит, приносит в Иерусалим. Таким образом, здесь, в Вавилонии, при реке Хавар, в Тель-Авиве, где живет пророк в этот момент, приходят к нему люди, чтобы, видимо, поговорить о происходящем, о том, что же происходит с Израилем, что Бог делает и что Бог думает об Израиле. И ответ на это начинается с того, что некоторая сила Божья, мы не можем утверждать, там, ангел это совершает или еще как-то иначе, это чисто художественный такой момент. Вот некоторым образом Бог ставит пророка в Иерусалиме и дает ему увидеть некоторые вещи. Вот ставит у внутренних пород, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И Иезекииль пишет, и вот там, в Иерусалиме, на храмовой горе, в храме, была слава Бога Израилю, подобная той, которую я видел на поле, в самой первой главе. Вот идол ревности. И Бог говорит ему, посмотри к северу, вот ты видишь этот идол ревности, ты видишь, что они делают? Великие мерзости, которые делает дом Израилев. Говорит Господь, посмотри, что они вытворяют, а теперь повернись, и ты увидишь еще хуже, еще большие мерзости. И приводит его ко входу во двор храма, и он посмотрел, и в стене скважина, и там какая-то дверь, там какое-то потайное, темное помещение, и пророк входит все это в видение, конечно же, но он же был иерусалимским священником, он же знал все это. Понимаете? Он знал и про этих вот изображений пресмыкающихся и нечистых животных, и про этого идола ревности. И все знали, и старейшие иудейские, которые сидели перед лицом Изекииля в доме его, в Вавилонии, они тоже все это знали. Но, по-видимому, израильтяне думали, ну ничего страшного. Ну подумаешь, в конце концов, чего уж так уж прям ревновать Богу. Ну подумаешь, чему-то там мы поклоняемся. Вторая заповедь «Не сотвори себе кумира» Тысячелетиями кажется нам чем-то необязательным. Мы думаем, что ну как-то Бог напрасно так из-за этого бьется. Нет, не напрасно, потому что на самом деле идол, который мы ставим перед собой, действительно убивает человеческое сердце, убивает, разрушает личность, делает жизнь практически недоступной. И поэтому Бог все время так обличает идолопоклонство. И вот Иезекииль, он говорит, посмотри, видишь идол ревности, посмотрев еще в другую сторону, вот здесь, в этой комнате потайной, там какие-то змеи, нечистые животные изображены. И действительно ведь изображены. И уже никуда от этого не денешься. И всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. Может быть, они там старались просто украсить, но оказалось, что идолы написаны по стенам кругом. И вот старейшины дома Израилева кодят этим изображением, кодят этим изображением. «Видишь, что они делают в темноте?» спрашивает Бог. Странное немножко, правда, выражение, что они делают в темноте, каждый в расписанной своей комнате, говоря, «Не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Здесь стоит задержаться. Потому что, во-первых, весьма вероятно, речь идет о частном почитании. Это важно, потому что во многих религиях, во многих религиозно-культурных контекстах, скажем, имеет значение религия общественная и не имеет значения религия частная. Ну, как, скажем там, общество обязано поклоняться гению и императору и приносить эти самые жертвы, статуи императора. А что ты там себе думаешь у себя в доме и какому Богу поклоняешься, это, в общем, никого не касается. Здесь не так. Потому что вот эти потайные комнаты с мерзостями и с идолами нечистых животных, они и при храме имеются, и в домах людей. И Бог говорит о том, что вот, что делают старейшины в темноте, там, где их никто не видит, там, где сугубо частная религия, как мы бы теперь сказали, не общественный культ, там тоже вот это предательство, идолопоклонство точно так же нетерпимо, и предательство остается предательством, вне зависимости от того, происходит оно явно в виде общественного события или индивидуально в потайной комнате. И дальше, вот смотрите, Господь через пророка свидетельствует, что эти самые старейшины дома Израилева говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию, все, Бог нас бросил, и поэтому уже не имеет значения, как мы себя ведем, кому и чему мы поклоняемся или не поклоняемся. Бог нас бросил, поэтому можем делать, что хотим. То есть, вопрос о том, что ты-то хранишь верность или нет, там, бросил Бог или нет, оставил Бог или нет землю сию. Это один вопрос. Ты оставил Бога или нет? Ты сохранил верность или нет? Вот, нет, нет. Господь нас не видит, поэтому можно, нужно делать, что хотим. И в конце концов, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Видит ли Бог? видит ли Бог? Что это значит, Бог оставил землю сию? Есть ли его вся земля? Понимаете? Но Бог говорит пророку, повернись, и ты увидишь еще больше мерзости. И вот привел меня ко входу в ворота Дома Господня, и вот там сидят женщины, плачущие по Томузе. Это такое сельскохозяйственное божество восточное, умирающий воскресающий бог, а-ля Осирис, и так далее, ну, там, чуть больше, менее египетским, более месопотамским колоритом, этот самый Томуз или Фомуз, вот по нему плачут женщины, потому, что они отправляют соответствующий культ, направленный на плодородие. Все знали, что это есть. Все знали, что так происходит в Иерусалиме. Ни для кого, ни для Эзекииля, ни для старейшин, которые собрались в доме его, это не новость, не так, чтобы вдруг репортаж из подземелья, где там что-то происходит, нет, это вот тут у ворот, они каждый день ходили в храм через эти ворота и видели там этих плакальщиц с раскучными волосами, которые, значит, совершают плач по Томузу в целях увеличения производительности сельского хозяйства. И никто не думал о том, что вообще-то это предательство по отношению к Богу, который сотворил, спас и призвал народ Божий. Понимаете? Народ Божий-то ведь это те люди, о которых Бог вспомнил в Египте, вытащил их оттуда, сделал их народом и дал им землю. И эта земля не то, что принадлежит нам по праву, там, переданная нами нашими предками, как своеобразно написано в разном нашем законодательстве. Да ничего подобного, никакими не предками. Предки, когда были Богом это все дано, понимаете? Богом, вот Бог сотворил и пространство для жизни, и самую жизнь, и спас этот народ, а здесь происходит поклонение чему-то там еще, так, как будто Бога нет. И как ни в чем не бывало. И оказывается, что глаз настолько замыливается, что мы не видим этих предательств. Мы не думаем о том, что это предательство. Не в состоянии оказываемся посмотреть на свою жизнь непредвзято. И дальше Бог вводит, напомню, что по сюжету, так сказать, главы ангел Божий за волосы взял пророка и перемещает его по Иерусалиму, как, знаете, как видеокамера такая на дроне летает, и в кадр попадают определенные моменты этой самой иерусалимской жизни. Вот во внутренний двор Дома Господня и у дверей храма между жертвенником и притвором 25 человек стоят спиной к храму, а лицами на восток и кланяются сон. Вот уже тут, понимаете, алтарь, вот престол Божий, вот оно все здесь, здесь и совершается служение единому Богу, а они тут устремляются на восток, и у них там какие-то свои идолы, какие-то символы, силы, славы и так далее, которые они зачем-то приволокли сюда в храм Господень. Когда уже не на расстоянии, а прямо здесь, вот в центре, можно сказать, храма, мерзость запустения, кланяются на восток солнцу, и Господь говорит пророку, видишь ли, сын человеческий, мало ли дома Иудину, чтобы делать такие мерзости, но они еще и землю наполнили нечестьем, везде это происходит, поэтому я буду действовать с яростью, говорит Господь, даже если они будут вызывать уши моим громким голосом, не услышу их.